Оружие массового поражения 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 крупных, каких-то серьезных вирусов, полный сбой работы. Вроде бы механизм есть, но он совершенно непригоден. Вот примерно то же самое происходит и с человеком, который, соответственно, попал под воздействие этих веществ. Нужна очень незначительная доза, чтобы человек уже, соответственно, был отравлен. Например, такое вещество, как ВХ, в 300 раз сильнее воздействует на организм человека, чем фазген. Это тот газ, который применялся Германии во время Первой мировой войны. И он уже считался боевым. Представьте себе, что представляют из себя современные отравляющие вещества. Кожно-нарывные отравляющие вещества, например, такие как иприт или люизит, они могут быть распространены как газы, так и в парообразном состоянии в виде тумана. Если человек попадает в такое облако, то очень быстро он будет отравлен. Дело в том, что эти вещества, которые воздействовать могут только на отдельный участок тела человека, отравляют вместе с тем весь организм. Причем, если мы говорим об иприте, то это вещество имеет такую отсроченную симптоматику. То есть, допустим, человек был отравлен, но изначально, то есть сразу же, никаких проявлений отравления нет. И человек не знает о том, что он отравлен, соответственно, не принимает каких-либо серьезных мер по детоксикации организма. А уже спустя там 2-3 часа, когда может быть уже поздно, то только тогда начинают проявляться вот эти признаки отравления. Как правило, местное отравление вызывает очень серьезные ожоги по телу, но ожоги химические, химического происхождения. Возникают нарывы, которые спустя там 2-3 дня могут лопаться, образовывать язвы, очень трудные к заживлению. Потому что нужно учитывать все-таки, это не болезнь, а это именно химическая реакция, которая идет неправильно внутри вашего организма. Она вызывает соответствующие эффекты, которые не предусмотрены нашим с вами организмом, не предусмотрены белковыми соединениями. И, соответственно, в итоге вот настолько серьезные последствия и настолько трудное лечение в данном случае от таких отравляющих веществ. Удушающие отравляющие вещества, например, такие как фазген, это довольно хорошо известная и изученная группа отравляющих веществ. Мы с вами уже говорили, он используется еще в Первую мировую войну. То есть это, в общем-то, уже имеет свою определенную историю на применение на практике это отравляющее вещество. И это по-настоящему, ну скажем так, большая проблема и довольно большую опасность представляет это вещество. Дело в том, что фазген, как и иприт, обладает отсроченным действием. Но только здесь симптоматика проявляет себя спустя 48 часов после отравления. Вот представьте себе, вы подверглись химической атаке, вы вдохнули. Эти вещества распространяются именно в виде газов. Причем какого-то запаха у этого газа нет, есть только определенный сладковатый привкус. Да, вот во рту он такой неприятный, но очень быстро проходящий. То есть человек к нему привыкает, к этому газу. Вы отравились. 48 часов чувствуете бы совершенно нормально. Никаких изменений в организме, никаких проявлений у вас нет. А спустя 48 часов происходит мгновенный практически отек легких. У человека повышается температура, начинается затрудненное дыхание. И если вы вдохнули большую дозу этого отравляющего вещества, то летальный исход практически неизбежен, потому что антидота против этого вещества нет. То есть, другими словами, удушающие газы представляют не меньшую опасность, чем и другие отравляющие вещества, но, скажем так, более современные, чем фазген. Общие отравляющие, общетоксичные отравляющие вещества, например, синильная кислота. Невероятно опасная для человека группа отравляющих веществ, потому что, например, синильная кислота поражает человека местно, то есть, ну, допустим, вам попала капля этого вещества на тело, там, на руку, ногу, неважно куда, вы в противогазе, вы даже, может быть, в защитной одежде. Но вот небольшой участок был открыт, попадание туда небольшого количества этого вещества вызывает обязательную смерть. Летальность практически стопроцентная, при этом человек испытывает очень серьезные болевые реакции, то есть, это судороги, это кровотечение, это потеря зрения, слуха и так далее. То есть, это очень-очень серьезная группа отравляющих веществ, которые используют или применяют, вернее, военные в виде жидкости, распыляемых над территорией. Это очень варварский метод ковровой бомбардировки, только бомбардируется в данном случае отравляющее вещество, убивающее все живое, с чем оно соприкоснется. Ну и последняя группа, это так называемые психохимические отравляющие вещества, например, такое вещество, как Бизет. Эти вещества, распространяемые на территории вероятного противника, как правило, не приводят к летальности людей, пострадавших от этих веществ. Но, попав в организм человека, они вызывают галлюцинации, они вызывают судороги, они вызывают потерю ориентации человека, иногда могут привести к потере слуха, зрения, к потере правильного ощущения действительности. Другими словами, человек полностью теряет свою боеспособность, и он не может просто нормально функционировать и жить. Другими словами, эти отравляющие вещества ничуть не менее опасны, потому что они приводят к тому, что человек все-таки отравлен, и его необходимо лечить, причем лечить специальными методами. Вот так вкратце выглядит вся система отравляющих веществ, которые используют военные. Ну, к счастью, как мы с вами уже говорили, большинство из этих химических отравляющих веществ были запрещены различными конвенциями и постепенно уничтожаются. А на следующем уроке мы поговорим с вами о еще одном виде массового оружия, оружие массового поражения, это биологическое или бактериологическое оружие.